Ну что, коллеги, я рад поздравить всех нас с началом реконструкции Воскресенского собора. Самое сложное, говорят строители, сколотить леса. Дальше, мол, работа пойдет легче. Погода назад Воскресенский собор Вологды передали православной церкви и возобновили службы. Его только сейчас взялись за ремонт. Его следующим этапом будет работа с куполами. Небольшое и все малые в неплохой сохранности. Нужно только почистить и покрасить. А вот с кровлей дела куда сложнее. Уже основная кровля, крыша, стропильные конструкции, которые находятся в аварийном состоянии, прогнившие, они будут подлежать замене. Но если получится, то в принципе в этом году до самых сильных холодов мы должны завершить этот этап. Деставрация фасада – следующая часть работ. С апреля внешний облик собора начнет преображаться. Сейчас готовится проект, и на него не заложено ни копейки бюджетных средств. Все работы ведутся за счет благотворителей, причем их только двое. Это наши вологжане, коренные вологжане. Это два крупных руководителя крупных компаний, которые пока просили не озвучивать свои фамилии, но они оказывают нам всю финансовую помощь и поддержку на реставрационные работы. Боготворители сами посылают смету, они сами смотрят эту смету, вносят свои замечания, предложения, и только после согласования с благотворителями эта смета запускается в работу. Так они уже одобрили трату 7 миллионов рублей на иконостас. Он вернется в собор в своем прежнем историческом облике. Его остров будет готов к октябрю. К Рождеству зададут первую часть. В Пасху прихожане увидят иконостас по всем его величии. На восстановление крыши и изготовление иконостаса и проектных работ это где-то порядка 21-22 миллионов рублей. В общем сказать, для федерального памятника это недорого, потому что те объекты, которые восстанавливаются за счет государства, а не за счет частных инвестиций, они на эти работы тратят в несколько раз больше. Кроме кровли и иконостаса в планах и временная отделка стен. Их просто побелят. Закончат работы к приезду патриарха. Его ждут в Вологде 17 июня. Тогда же и раскроют имена двух благотворителей. А уже после начнется не столь быстрая и даже неспешная и кропотливая работа по восстановлению внутреннего убранства, реставрации фресок. По планам и при наличии средств на это как минимум уйдет три года. Все вологжане очень рады, что возобновились работы восстановительные на кафедральном соборе, что закончились работы по куполам Софии. Это не только самые посещаемые прихожанами храмы, но и два самых знаковых здания для Вологды. Конечно же я хотел поблагодарить всех земляков, вас, членов правительства. Во время ремонтных работ в Воскресенском соборе продолжатся богослужения и даже на день не прервутся. Ежедневно, утром и вечером, как обычно, здесь ждут вологжан. За два года многие верующие в кафедральный собор Вологды приняли и полюбили. Юлия Махова, Михаил Протасов, Вологды РФ Юлия Махова, Вологды РФ Юлия Маховаerta